Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Подарок со смыслом. Наверное, нам нужно было очень, чтобы мы попали туда и получили. Такой подарок замечательный. У семьи из Бобруйска появился специальный тренажер. Кто внес свою лепту? Приговор вынесен. Завершился процесс по делу о поджоге опорного пункта в Бобруйске. Это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу. Какой финал? Призвание дарить любовь. Бобручанок наградили ордена матери. Благодарность большая, конечно, президенту, стране. Сколько женщин удостоились награды. А также рынок труда, натуральный сок и добро пожаловать. Минск и Таллинн увеличат частоту полетов. Когда? Новый год позади, а чудеса все еще продолжаются. Благодарительный марафон «Подарим детям сказку» сделал чуточку счастливее особенных детей. Кто-то получил в подарок заветного робота, а кто-то такой нужен для развития тренажера. Мария Березневич о том, как обыденные вещи для одних могут стать заветным желанием для других. Андрюша Ходочинский осваивает тренажер. В свои семь, в отличие от сверстников, каждый шаг ему дается с трудом, а поход в магазин становится настоящим испытанием. Еще до недавнего времени мальчик с синдромом Дауна самостоятельно не мог подняться на третий этаж. А уже сегодня он шаг за шагом преодолевает расстояние на механической дорожке. В тренировках дети с таким диагнозом нуждаются регулярно. Все дело о восслабленных мышцах. Он контролирует, то есть постоянно надо думать. Вот шаг и двигать. Когда электронное, оно уже само. Ты особо не думаешь, да? Тут напрягаются и мышцы. Ногой надо сюда, 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 сюда. Вот это вообще очень хорошо. Такой неожиданный, а главное нужный подарок в квартире Ходочинских появился после городского благотворительного телемарафона «Подарим детям сказку». Мама Наталья нежданному презенту, признается, была искренне удивлена и счастлива купить беговую дорожку стоимостью 600 рублей семейству не по карману. Просто чудо какое-то, вот такая вот случайность. Наверное, нам нужно было очень, чтобы мы попали туда и получили. Такой подарок замечательный. Очень мы благодарны людям, которые, ну, то есть с добрыми сердцами. И вообще люди нам за 8 лет всегда почему-то встречаются только с открытым сердцем. Может, Андрей вызывает такие положительные эмоции. Очень благодарны за такой неожиданный просто подарок и необходимый нам. На протяжении всего марафона, который стал настоящим чудом в канун Нового года, исполнялись детские мечты. Чьи-то грезы воплощали в реальность руководители предприятий, организации и бизнесмены. А чьи-то сокровенные желания стали настоящими подарками благодаря неравнодушным бобруйчанам. Так, на счет марафона поступили свыше 5000 рублей. На эти деньги приобрели специальное оборудование для особенных детей. Это шведская стенка, ингалятор, игровой манеж, стульчик для кормления и не только. В рамках этого марафона я хочу выразить благодарность, в первую очередь, всем участникам, неравнодушным участникам. Потому что откликнулись как и руководители предприятия, так и просто жители города Бобруйска. Надо всегда дарить добро, и добро к тебе вернется. Поэтому тепла нашим деткам, дай Бог им всем здоровья. И всегда, чтобы у них был какой-то интерес и желание. Потому что именно от их желаний мы, родители, всегда понимаем, что необходимо. А в любом случае необходима забота наших близких и родных. Но Андрей Ходочинский в этом году планирует пойти в первый класс. Пока мальчик посещает интегрированную группу 80-го детского сада. Социализация сына в будущем, а это и самостоятельный поход в магазин и прогулка по улице, главная цель в жизни мамы Натальи. Теперь она стала реальной благодаря лепте каждого неравнодушного. Правда, пока ребенку по телу только трехминутное занятие. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1186 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились свыше 300 146 человек. Александр Лукашенко посетил районную больницу в Молодечно. Глава государства поблагодарил всех врачей, которые научились бороться с COVID-19, но предупредил – расслабляться рано. Коронавирус не спешит сдавать позиции. Сами медики интересовались темпами вакцинации. На следующей неделе она войдет в более интенсивную фазу. Ведомство рассчитывает получить еще 100 тысяч доз российского препарата. Параллельно идет работа над своим – белорусским. Уличный наркотик. В Бобруйске задержали оптовую закладчицу из Могилевой, изъято 750 грамм альфа-ПВП. Известно, что 35-летняя женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Следователями дана правовая оценка действием задержанной. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Березовый нектар, уровень безработицы и мартовская оттепель на выходных. На смену минусу придет плюс. Что будет за окном? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше с года в год. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Так, сейчас в базе данных 72 тысячи вакансий. Особо востребованы водители и продавцы швеи. Напряженной по поиску работы остается обстановка в 22 регионах. Безработные неохотно соглашаются на переобучение. Таких лишь около 5% отмечают специалисты. На данный момент новую специальность получают 600 человек. Ставка рефинансирования сохраняет свои позиции на уровне 7,75%. Такое решение принял Насбанк. Также не возобновляются операции по поддержке и изъятию ликвидности. Следовательно, не стоит ждать резкого скачка процентов по кредитам, вкладам и депозитам. Минск и Таллин увеличат частоту авиарейсов. С 28 марта полеты будут выполняться 5 раз в неделю. По понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Перевозчик напоминает, в Эстонии действуют ограничения на въезд в страну. Этой весной лесхозы Могилевской области планируют заготовить около 2500 березового сока. Из них примерно 400 тонн реализуют населению. В частности, бобручане смогут набрать полезного напитка в свою тару прямо из посоченных деревьев. Цена за литр – 22 копейки. А вот любителям нажиться за чужой счет грозит штраф до 20 базовых. Для индивидуальных предпринимателей суммы более серьезные. Снег и мороз изменятся отепелью. Синоптики прогнозируют существенное изменение погоды с выходных. В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдет дождь, местами мокрый снег. По востоку возможны туман и слабая метель. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-западный 5-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до плюс 2 градусов. Днем 3,10 выше нуля. Шесть лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Суд завершил процесс поддела поджоги опорного пункта в Бобруйске. Инцидент, напомним, произошел осенью. Хронологию событий восстановила Мария Бересневич. 28 сентября. Полночь. Общественный пункт охраны правопорядка на Куйбышево, 59. Неизвестный обливает бензином здание и берется за зажигалку. На место ЧП незамедлительно выезжают спасатели. Огонь повреждает входную дверь, отделку, электрооборудование и предметы интерьера. Следователи возбуждают уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Сыщики выясняют, поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления скрывается в России. По возвращению мужчину задерживают. На преступление, как позже выяснится, поджигателя подталкивает алкоголь и влияние деструктивных телеграм-каналов. Так он решает выплеснуть эмоции после очередной рюмки. Не смущает нарушителя и тот факт, что опорник находится в одном здании с центром досуга и творчества. К слову, на счету уроженца Азербайджана судимости за кражу, мошенничество и хулиганство. Просто взял бензина, ходил с ним, облил зданием, поджег. Сейчас в данный момент он, конечно, скрылся, сейчас приехал. Чтобы сказать, что, к сожалению, что, к сожалению, тема готова отнесеть ущерб, все просто на хулигане. Нас баламутят, страдаем мы. Мне государство дал тоже много, квартиру детям, ну, я многодетные. Ну, я думал, все вернулся, что, да, как бы, он удался. Бобручанин входит в предварительного, а позже и судебного следствия вину признает в полном объеме. Раскаивается в содеянном и частично возмещает ущерб. Суд учитывает эти обстоятельства при выборе меры наказания. С предложенным гособвинением квалификация действий подсудимого соглашается и признает его виновным. По статье 339 части 1, это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающие уничтожением и повреждением имущества. И также признал виновным по части 1, статье 14, части 2, статье 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Покушение на умышленное уничтожение имущества, приношившее значительный ущерб и совершенное общеопасным способом. В отношении обвиняемого применяют и 107-ю статью Уголовного кодекса. Его признают нуждающимся в лечении от алкоголизма. По совокупности преступлений суд назначает наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Будет ли вынесен приговор обжалован, пока неизвестно. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бабруйск-360. В Бабруйске вручили Орден Матери. Торжественная церемония прошла администрация Первомайского района. В конференц-зале 6 заслуженных мам, которые родили и воспитали 5 и более детей. В их адрес звучат слова признательности и благодарности, цветы, как приятный бонус, награда, похвала за внимание, заботу и бессонные ночи. Я надеюсь, что я буду его достойна, что мои дети будут достойны этой награды. Благодарность большая, конечно, президенту, стране, нашей администрации. Мурашки по коже. Кроме красивых слов, государство создает условия для комфортной жизни семей и повышения рождаемости. В частности, поддержка материнства – одно из приоритетных направлений развития страны. Номер с настоящими саблями «Заслуженный народный ансамбль танца Юной» стал лауреатом первой степени Международного фестиваля искусств. Сердца зрителей и жюри участники коллектива покорили своим исполнительским мастерством. По условиям конкурса в номинации «Народный танец» необходимо было записать на видео один хореографический номер и отправить на сайт организаторов. В этот раз была выбрана русская пляска «Казачья воля». Опять прислали приглашение, понравились мы. Но пришлось опять не ехать, опять посылать дистанционно. Следующую съемку мы засняли еще номер «Казачья воля». Это единственный, могу похвалиться, единственный коллектив Республики Беларусь, который танцует с настоящими саблями. С металлическими. Много связок, много интересных фрагментов. За спиной ансамбля «Юной» свыше тысячи выступлений на различных аренах и несколько сотен наград. Новости из мира недвижимости в столице. Начались продажи сразу в четырех новых домах жилого комплекса «Минскворд». В разных кварталах разные цены, а главное – индивидуальный подход к интересам каждого покупателя. О том, как переехать в современный жилой комплекс, как выбрать квартиру и начать бизнес – в репортаже. Новый географический и экономический центр столицы. Международный финансовый центр возводят в комплексе «Минскворд». Это будет самое высокое здание в Минске. 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Уникальные работы, потому что высота будет объекта международного финанса. У нас у центра центральной башни будет 42,5. Мы используем опыт наших проектного бюро из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы привлекли сюда экспертов, которые строили аналогичные башни в Дубае. Используем опыт Российской Федерации по строительству фасадов. Это тысячи новых эффективных рабочих мест для страны и нового района, которые строят по принципу города в городе. И комплекс «Минскворд» активно застраивается. И снова в продаже квартиры в новых домах. Почти в каждом доме комплекса первые этажи – коммерческие помещения. Во дворах есть торговые центры и магазины шаговой доступности. Четыре новых дома и квартиры на любой вкус. В доме Фиджи цена квадратного метра всего от 2180 рублей. В начале продаж квартир – самые выгодные условия. Действует рассрочка от застройщика на 100 месяцев. И, внимание, первый взнос всего от 10% стоимости жилья. И до конца недели, в воскресенье включительно, при 100% оплате, если квартиру покупают представительницы прекрасного пола, скидка 60 евро с каждого квадрата. Фиджи – высотная доминанта квартала «Тропические острова». На первом этаже торговые помещения. Отличная возможность вложиться в малый и средний бизнес. Высокие под 4 метра потолки. В каждое коммерческое помещение отдельный вход. А теперь еще три новых дома. Осло, Стокгольм и Баку. Кварталы «Северная Европа» и «Евразия», соответственно. Во всех трех домах цены за квадрат всего от 2600 рублей. Особенность дома Баку – 6 квартир с отдельными входами на первом этаже. Осло и Стокгольм сдадут уже этим летом. Вся инфраструктура комплекса, в том числе детская и взрослая поликлиники, будут в пешей доступности. Внутри квартала – детский сад, игровые, спортивные площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Много коммерческих и общественных помещений. Это перспективное место, которое очень хорошо расположено в Минске. Новая ветка метро, также очень развитая инфраструктура. Близко момент сдачи дома. В покупке помогла семья, пока будут жить вместе с матерью. Мы планируем купить еще одну квартиру в Минск-Миле тоже, может, в каком-то другом доме. Называет и преимущества. Очень удобные выезды на основные проспекты улицы Минска. То есть как на машине, так и на метро можно добраться очень быстро. Это основной критерий нашей покупки был, потому что транспортная доступность – это всегда важно. И инфраструктура, детские сады, школы, плюс самый крупный торговый центр. Уровень комфорта в этом новом комплексе, я думаю, будет, наверное, самый лучший в Минске. Минск-Уорлд – это отличный способ изменить жизнь к лучшему. Мария Чикрыгина пока живет в студенческом общежитии. Но вместе с мамой уже продумали, как обустроить будущее дочери в столице. До 100 месяцев рассрочка. В общем, выгодное предложение достаточно для обычного человека. И район тоже понравился, в котором строим квартиру. Современный европейский уровень комфорта – развитая инфраструктура. Транспортная. Через Минск-Уорлд проходит третья линия метро. Пять минут на автомобиле до центра. Район для жизни. Медицинские центры, восемь школ и двенадцать детских садов. Запланирован концертный зал, общественные помещения в крупнейшем торгово-развлекательном центре «Марамол». Почему выгодно покупать свое? 100 месяцев рассрочки – это больше 8 лет. Аренда квартиры в Минске доходит до 500 долларов в месяц. А выплата по рассрочке меньше. Но платите вы за свое. Комплекс застраивается быстрее сроков, обозначенных в инвестиционном проекте. И свободных квартир все меньше. Успейте выбрать свою. Успейте начать свой бизнес в Минск-Уорлд и изменить жизнь к лучшему. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Минск-Уорлд 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 Минск-Уорлд